Привет всем! Ну что, вы уже тоже отчаялись и не ждёте снижения цен на видеокарты в ближайшем будущем, да? И переплачивать, конечно, в несколько раз тоже не хотите? Слушайте, тогда есть интересный вариант с APU Ryzen 3 4 300G. Вот сейчас мы о нём подробненько расскажем, соберём на его основе сборку и протестируем в актуальных играх. Всё как вы любите. Наиболее новым четырёхъядерным восьмипоточным APU у AMD является Ryzen 3 5 300G. Пока эта версия только для рынка OEM, и у нас её днём с огнём не сыщешь. Зато в продаже встречается его предшественник Ryzen 3 4 300G. Изначально он также создавался под рынок готовых систем, но, к счастью, сейчас его можно купить и отдельно. Нам для тестов его предоставил магазин Telemart UA. В нём вы найдёте большой выбор комплектующих и удобные конфигураторы для сборки собственных систем, или можете сразу купить готовые пока, как вам удобно. При этом постоянно действуют разные акции и есть категория уценённых товаров. Переходите по ссылке в описании, вдруг вам что-то понравится. Партнёру спасибо сказали, возвращаемся к процессору. Ryzen 3 4 300G создан на 7-нанометровой архитектуре Zen 2. Частотная формула четырёх его ядер 3.8 в 4 ГГц при номинальном тепловом пакете в 65 Вт. Множитель разблокирован. Также он получил двухканальный контроллер оперативной памяти DDR4-3200, 16 линий PCIe 3.0 для дискретной видеокарты и встроенное видеоядро Radeon Graphics 6, оно же Vega 6. 384 потоковых процессора в составе iGPU работают на частоте 1700 МГц. Ну а посетовать можно разве что на небольшой объём кэш-памяти. Другими словами, процессорная часть этого APU является приемлемым входным билетом в мир игр. А графическая часть хоть и получила меньше блоков, чем у аналогов серии Ryzen 3000G, но благодаря переходу с 12 на 7-нанометровый техпроцесс, повышенным частотам и улучшенному дизайну работает быстрее. Например, производительность каждого блока CU выросла почти на 60%. По характеристикам 4300G аналогичен модели Ryzen 3 Pro 4350G, но не поддерживает набор функций AMD Pro, которые вообще обычным пользователям особо не нужны. Теперь пройдёмся по остальным компонентам. Не все материнские платы поддерживают Ryzen 3 4300G, но если выбранная модель может работать с Ryzen 3 Pro 4350G, то и с данным APU всё будет хорошо. В случае с Asus Prime B550MA проблем не возникло. При этом в будущем можно легко перейти на более новые чипы. Под видеоядро тут предусмотрено 3 интерфейса. HDMI расположен достаточно низко, возможно проблемы при подключении с некоторыми коннекторами. Сборка у нас жёсткая, не ограничена бюджетом, поэтому решили сделать её яркой и красивой. На роль кулера выбрали Zalman CNPS10X Optima 2RGB в белом дизайне. Он подходит для процессоров AMD и Intel с TDP до 180 Вт. Крепление бережно относится к материнской плате, но устанавливать или переустанавливать кулер не очень удобно. Вертушка на гидравлическом подшипнике работает тихо. Срок службы 50 тысяч часов, или почти 6 лет в режиме 24 на 7. 8 ГБ оперативной памяти будет маловато для системы без дискретной видеокарты, поэтому взяли 16-гигабайтный комплект DDR4-3200 Patriot Viper Steel RGB Black. Он, конечно, не дешёвый, зато с красивой RGB-подсветкой под весёлую сборку. Её можно синхронизировать с популярными технологиями от Asus и других вендоров, в отличие от подсветки кулера. Для хранения данных многим бы хватило одного SSD объёмом 512 ГБ, например, Patriot P300. Мы уже с ним хорошо знакомы и использовали его под ОС и некоторые игры. Но, сами понимаете, у нас-то проектов в тестовом наборе довольно много, поэтому без дополнительного SSD не обойтись. Как раз хотелось проверить в работе 2,5-дюймовой терабайтный Crucial BX500. Последовательная скорость чтения в нём не превышает 550 МБ в секунду, а записи — 480. Выносливость составляет 360 ТБ. То есть можно смело записывать более 300 ГБ данных в день в течение трёх лет гарантийного обслуживания. И хотя такая сборка потребляет около сотни ватт, в будущем, надеемся, сюда добавится хороший видеоускоритель, а то и процессор заменится. Поэтому с запасом взяли золотой блок питания серии Seasonic G12 GC мощностью 550 Вт. Небольшая нагрузка гарантирует тихую работу вентилятора и низкие внутренние температуры. В комплекте уже есть кабели PCI-E с двумя восьмиконтактными коннекторами для будущей видеокарты. Гарантия 5 лет и есть базовый набор защит. Ну и финальным штрихом нашей яркой сборки стал корпус Deepcool MacCube 110 Green, который вообще-то не сильно-то и зелёный. Скорее бирюзовый с синим и чёрной фурнитурой. У нас на тесте уже была белая версия этого корпуса, подарившая приятные ощущения от качества исполнения и удобства сборки. В этой всё то же самое. Например, провода легко прячутся за поддоном для аккуратного внешнего вида. Внутри уже есть одна 120-мм вертушка, а в пару к ней можно добавить ещё 5. Ну а максимальная высота процессорного кулера не должна превышать 165 мм, а длина видеокарты 320 мм. В среднем такая сборка обошлась бы нам ориентировочно в 20,5 тысяч гривен или чуть менее 800 долларов. Естественно, при желании стоимость можно легко снизить, но наш финальный вариант выглядит красочно и празднично. Напомним ещё, что картинку выводили на монитор AOC U2790 PIC UU, а геймплей записывали внешней системой CyberMedia LiveGamer 4K. Полный конфиг есть в описании и прикреплённом комменте. Первым делом после сборки и настройки системы проверили её на стабильность работы. Температура процессора не превышала 71 градуса при критическом значении в 95. Частота ядер была на уровне 4 ГГц. Не было даже намёка на троттлинг. Следом запустили несколько синтетических бенчмарков. Сравнивать, собственно, не с чем, поэтому просто оставляем вам для наглядности, а сами переходим к сладенькому, к игровому тесту. Естественно, производительность в стройке невысокая, поэтому основной акцент сделаем на более простых играх. Побегать в Dota 2 можно в Full HD при высоком пресете. Средняя скорость опускается ниже 60 FPS и иногда проскакивают пропуски кадров. Но в целом играется бодро и без проблем в управлении. Хотя, ребятки, если у вас пригорает прямо от скорости ниже 60 кадров в секунду, тогда переходите к среднему профилю. Тут даже во время массовых стычек не было подтупливаний видеоряда, а кадровая частота в среднем держится выше 80 FPS. С Rust не все так гладко. Во-первых, придется опуститься в разрешение 720p к низким настройкам. То есть, сразу поняли, да, картинка будет мыльной и бедной на детали. Во-вторых, первые 5-10 минут игра обильно так подфризивает. Хорошо, хоть потом видеоряд становится относительно плавным. Хотя полностью подлагивания так и не исчезают. Об управлении можно сказать, что оно полностью отзывчивое. В CS GO на карте Newk с безобидными ботами мы получили достаточно плавный видеоряд с редкими подергиваниями и средняя скорость около 80 FPS. И это в Full HD при максимальных настройках графики. При цельной стрельбе ничего не мешало. С реальными игроками, естественно, будет потяжелее. В операциях Rainbow Six Siege ограничились средним пресетом в разрешении 1080p. На улице текущий фреймрейт опускается в район 50 кадров в секунду, а в доме он стабильно держится выше 60. Инпут-лак в управлении не было. Варфрейм с улучшенным движком комфортно бегается на равнинах Adelon'а при низких настройках Full HD. Средняя скорость поднимается за 70 FPS, а статистика очень редких событий не опускается ниже 30. Иными словами, в видеоряде нет подергиваний, а в управлении нет и намека на желейность. Любители Fortnite, спите спокойно. С Vega 6 игру можно запускать в Full HD при низком пресете. Средняя кадровая частота находится выше 60 FPS. Каких-то больших проблем нет, но временами ощущаются подергивания картинки, особенно в начале матча. Зато управление всегда позволяет вести прицельный огонь. К большому сожалению, того же нельзя сказать о PUBG. Для более-менее приятного геймплея опускаемся к очень низкому пресету в разрешении 720p. К средней скорости претензий нет, но вот в крупных локациях, например в Ясной Поляне, проскакивают под фризы. Ну и на дальние дистанции стрелять неудобно из-за плохого качества графики. В Apex Legends при низком пресете в 720p картинка получше, чем в PUBG. Тем не менее, на дальних дистанциях попадать в противников также тяжело. Хотя в остальном не все так печально, особенно учитывая, что это встройка. Видеоряд плавный, с небольшими подтупливаниями. Управление же нареканий не вызывает. Call of Duty Warzone и в 720p при низких настройках съедает кучу памяти, а точнее более 11 гигабайт. Картинка страшноватая, а видеоряд в основном плавный, хотя иногда проскакивают пропуски кадров. Зато с прицельной стрельбой на близких расстояниях нет никаких проблем. Любители хитов прошлых лет также по достоинству оценят Ryzen 3 4300G и его видеоядро. Например, GTA 5 летает в Full HD при стандартных настройках. В городе как раз получаем в среднем чуть более 60 фпс. Да, иногда бывают подергивания, но они не бесят. Если вы в свое время проходили третьего Ведьмака при 15-20 фпс, то вас порадуют около 30 кадров в секунду в Full HD при низком пресете графики. Даже сейчас игра выглядит красиво в визуальном плане, правда на встройке она частенько подтупливает, но все равно пройти можно. А если вы готовы пожертвовать качеством графики и перейти в 720p, то игра вознаградит вас бонусом в 45-75% по всем показателям фпс. Подфризы в основном проскакивают в начале и быстро проходят. А сам Геральт мгновенно выполняет все команды. Forza Horizon 4 один из немногих актуальных блокбастеров, который можно запускать в 1080p, правда лишь при очень низком пресете графики. Зато видеоряд плавный и управление позволяет избегать столкновений и вписываться в повороты. Удовольствие от прохождения Assassin's Creed Valhalla на встройке вы вряд ли получите, ведь в 720p при низких настройках картинка довольно мыльная. Ну а если поднять качество текстур хотя бы до среднего уровня, то появляются обильные подфризы. Поэтому хоть так, говорим спасибо за 40 фпс в среднем и за отзывчивое управление. Тем более, что 40 фпс в Cyberpunk 2077 это вообще какая-то недоступная роскошь. При аналогичном низком пресете в 720p из бонусов получаем лишь прогнозируемое управление без намека на input lag. А вот средняя скорость падает в район 30 фпс. Иногда видеоряд подергивается, но до тяжелых фризов дело не доходит. Ну и наконец Far Cry 6 бодренько бегает в 720p при низком пресете. Фреймрейт в среднем находится в районе 40 фпс. Иногда ощущаются пропуски кадров, хотя они не бесят. К управлению претензий нет. Итак, как видите, Ryzen 3 4300G неплохо себя чувствует в сложившихся обстоятельствах. На момент выхода летом 2020 года он явно целился в рабочие или учебные ПК. Но сейчас на него обращают внимание и любители игр. И пускай он не самый доступный среди четырех ядерников, зато именно восьмипоточный процессор сейчас является входным билетом в мир игр. Встроенное видеоядро Vega 6 позволит запускать киберспортивные дисциплины в Full HD при средних либо низких настройках графики, чтобы получить плавный видеоряд. Некоторые хиты прошлых лет также можно будет пройти в 1080p, хотя для более тяжелых придется опускаться в 720p. Ну а оценить большинство современных блокбастеров получится только в HD при низких настройках. Зато у Ryzen 3 4300G есть в активе 16 линий PCIe и в будущем в пару к нему смело ставьте среднепроизводительную видеокарту. А пока деньги можно вложить в такое вот яркое и веселое оформление системы. Друзья, сейчас вот внимание. Если хотите увидеть разгон, запуск игр на встройке с FSR, либо апгрейд такой вот системы с дискретной видеокартой, пишите прямо сейчас об этом в комментариях. Потому что только ваша активность определяет контент, который мы будем делать. Ну и как всегда, всего вам хорошего и до новых встреч.